Сергей Кужугетович Шойгу. Российский военный и государственный деятель. Министр обороны Российской Федерации с 6 ноября 2012 года. Генерал армии с 2003 года. Герой Российской Федерации с 1999 года. С 1991 по 1994 года являлся председателем Государственного комитета РСФСР и России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 2012 года исполнял обязанности губернатора Московской области. С 1999 по 2001 год был главой межрегионального движения «Единство». С 2001 года по 2002 соц. председатель партии «Единая Россия» вместе с Лужковым и Шамильевым. Член Высшего совета «Единой России», а также является основателем партии «Единая Россия». По специальности является инженером-строителем. В 1996 году защитил диссертацию «Организация Государственного управления при прогнозировании чрезвычайных ситуаций» в целях уменьшения социально-экономического ущерба. Получил степень кандидата экономических наук. Работал старшим прорабом, главным инженером, начальником строительного управления Су-36 Треста в городе Ачинск. Также был заместителем управляющего Трестом. Управляющий Трестом Саян Тяжстрой Абакан. В 1990 году переезжает на новое место работы в Москву. С 1990 по 1991 год является заместителем председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству. С 1994 года по 2012 был министром Российской Федерации по делам гражданской обороны и стихийным бедствием. В 2000 году возглавил партию «Единство», которая позже вместе с партиями «Отечество» и «Вся Россия» была объединена в одну партию «Единая Россия». 4 апреля 2012 года партией «Единая Россия» Шойгу был предложен президенту как кандидат на должность губернатора Московской области. И 5 апреля 2012 года его кандидатура была полностью поддержана Московской областной думой. Но уже 6 ноября того же года генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу был назначен министром обороны Российской Федерации вместо Анатолия Сердюкова. На эту должность он был рекомендован президенту Дмитрием Медведевым. С 30 сентября 2015 года под его руководством начала проводиться военная операция России в Сирии. Согласно данным опросов общественного мнения, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, лидер по оценке работы среди министров российского правительства с 2013 года, имеет множество государственных наград. В феврале 2009 года он предложил ввести уголовную ответственность за отрицание победы с СССР в Великой Отечественной войне. Также предлагал перенести столицу России в Сибирь. В 2014 году Главное следственное управление МВД Украины открыло уголовное производство в отношении министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и российского предпринимателя Константина Малафеева по подозрению в создании непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. В сентябре 2015 года Шойгу включен в санкционный список Украины. Он обвиняется украинской стороной в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и гражданской безопасности мира и международного правопорядка. Районный суд Киева выдал санкцию на задержание Сергея Шойгу, чтобы доставить его на судебное заседание в Украину. У Сергея Шойгу две дочери – Юлия Шойгу и Ксения Шойгу. Старшая дочь Юлия заведует оказанием психологической помощи при МЧС РФ. Младшая Ксения Студенко снималась в эпизоде одного из фильмов Никиты Михалкова. По официальным данным, доходы генерала армии составили 7,5 млн. рублей. В собственности у него задекларировано два земельных участка. Площадь одного составляет 16,5 тыс. кв. м., площадь другого – 671 кв. м., а также жилой дом и квартира. В последнее время не утихают споры о доме на Рублевке стоимостью в 9 млн. долларов, который принадлежит дочери Шойгу. Но после начала расследования ФБК все они были задержаны и обвинены в пособничестве ИГИЛ. Как именно 18-летняя студентка Ксения Шойгу стала владелицей земли, минимальной стоимостью в 100 тыс. долларов за сотку или 9 млн. рублей за весь участок, непонятно. И этот вопрос до сих пор остается открытым. Шойгу неоднократно обрекали в том, что в рамках МЧС он создал фактически военизированную структуру, в то время как силовые операции в его компетенцию не входили. Находясь на должности министра МЧС, Шойгу руководил очень многими спасательными и гуманитарными операциями МЧС России и неоднократно был назван гражданами России как «самый популярный министр», деятельность которого одобряет большинство россиян. При Шойгу к 2015 году вооруженные силы Российской Федерации становятся второй по боевой мощи армией в мире. Шойгу принадлежит абсолютный рекорд пребывания в должности среди всех российских постсоветских политиков министерского ранга. Он руководил ведомством по борьбе с чрезвычайными ситуациями во всех составах российского правительства с 1991 по 2012 год и по сегодняшний день является самым популярным в народе из всех министров России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова